МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вашему центру, продюсерскому всего год. Я так понимаю, расскажите небольшую историю, в общем, идеи создания этого проекта. А, действительно, мы начали свою работу ровно 1 августа. Мы снимали первый наш клип на песню «Анастасия». Даже клипом началось. Да, мы начали сразу снимать клип. 1 августа – это был день преподобного Серафима Саровского. И у нас в клипе даже фигурирует икона этого святого с медведем. Потому что героиня, о которой идет речь, Анастасия Таежная, отшельница, она живет в лесу как раз с медведями. И она героиня книг серии Владимира Мегре «Звенящие кедры России». И наш продюсерский центр работает по мотивам этих книг и под знаком «Звенящие кедры России». 8 ноября у вас концерт, концерт нашей Дарьи. Расскажите, почему у вас был выбор именно на эту певицу? Это все-таки псевдоним, я так понимаю, да, Дарья? Да, да. Расскажите историю, да. Почему именно Дарья, именно эта фок-певица? Даша – это, конечно, целая история. Я могу просто детективный роман рассказать на эту тему. В 2012 году я впервые в интернете увидела на сайте Николая Емелина два ролика Дашиных «Берегиня» и «Вечерком». Это были емелинские композиции. Они попали прямо в сердце. И с 2012 года я просто поклонница Даши на всю жизнь. Но я бы, наверное, никогда бы не дерзнула выйти на нее лично, если бы не услышала, после уже создания продюсерского центра подруга разместила в ВКонтакте Дашину авторскую песню «Золотые пути». Я вон, ты вода, он в землях, мы в воздух. И у нас цель одна, я и ты, мы космос. И сияние звезд нас злил в вечный путь. В воплощении своем золотого пути только мне не свернуть. И остановить меня было просто нереально. Это была песня точно попадания в концепцию продюсерского центра сотворения. И я с Дашей связалась в ВКонтакте. Буквально через 10 минут мы уже общались и вели речь о съемках видеоклипа «Золотой осенью». «Золотые пути» на обрыве Обском с видом на заобье с птичьего полета. Вот эта картинка возникла сразу. И этот клип у нас будет, и снимать его будет ваш оператор Анатолий Коваленко. Ну что, у нас Анатолий снимает очень вкусную картинку. А именно поэтому Даша его и выбрала. Я хотела другого оператора, Даша сказала только Анатолия. Гениально. Анатолия сделает красиво. Мы с ним уже сотрудничали как раз в клипе «Анастасия». И можем вам потом анонсировать этот клип. Хорошо, посмотрим обязательно. Дарья, вопрос к вам. Ну, раз авторская песня «Золотые пути», расскажите, о чем она? Как вы ее создавали? Ну, вообще «Золотой путь» — это путь самосовершенствования человека. Когда человек работает над своим внутренним миром, когда он все четко, гармонично выстраивает в себе, занимается самосовершенствованием, вот это и называется «Золотой путь». И песня именно о нем. То есть сначала в своей жизни мы должны навести внутри себя порядок, мы должны усовершенствоваться, а потом мы уже идем в мир и несем этот свет самосовершенствования, добро, любовь в мир. То есть все начинается с себя сначала. В концерте в клипе будут участвовать дети, детский коллектив «Маленькая страна», вокально-хореографическая студия «Маленькая страна» под руководством Натальи Селиверсовой. И родился еще один образ. Детки золотые, детки идут по золотым путям. То есть и этот кадр мы обязательно на обрыве, в конюхах, проходочку, летящем. Уже картинка, да, сразу, да. Я же, правда, дюймусер и режиссер. Картинки я уже вижу. Даша, расскажите, с чего начинался ваш путь? Как давно вы начали петь и писать, тем более, свои стихи? Это же, мне кажется, наверное, вообще с детства, да? Ну, вообще, да. У меня все началось, конечно, еще из далекого детства. Всегда я тянулась как-то и к песням, и к стихам. И, конечно же, в школе меня не брали петь почему-то, да? Потом все-таки выяснилось, что, оказывается, я поющая. Меня вроде бы стали брать, но мне это очень тяжело давалось. Я очень сильно волновалась. Ну, в общем, потом у нас открыли музыкальную школу, потому что я с Воронежской области. Там нет города и не было музыкальной школы. Открыли музыкальную школу. И, в принципе, в музыкальной школе уже я начала создавать свои первые фортепианные композиции. И уже на отчетных концертах я играла только свою музыку. Это было бы, я это не знала. И это было, конечно... Да, то есть я приходила, и моя преподавательница, она меня очень здорово поддерживала в этом. И всегда говорила, играй свое, мне нравится твоя музыка. Я на всех отчетных концертах играла свое произведение. Потом, естественно, я стала пробовать писать стихи. У меня стало получаться. И вот, в принципе, на протяжении своей жизни я что-то такое интересное выдавала все время. Потом, когда уже я поехала в Москву, уже я стала заказывать уже профессиональные аранжировки. А в Москву вы уехали строить карьеру или на учебу? Как путь сложился именно так? Вы знаете, у меня там все было по плану, и учеба, и карьера. Но, конечно же, так вот, чтобы сделать такую прям вот сумасшедшую карьеру, не получилось, потому что, сами понимаете, для того, чтобы куда-то там пробиться, нужны спонсоры, нужны деньги. Москва — это сложный город, конечно. Москва — это очень сложный город, да. И как бы мою тему не очень-то их... Расскажи про сотрудничество с Емелиной. Да, да, хотели брать. Значимо было. Да, то есть у меня потом случайно так получилось, что я выставила свои ролики в интернет, свое творчество, и меня заметил Николай Емелин. И вот здесь он очень здорово повлиял на мое вообще развитие, на мой образ, да. То есть я как бы не понимала, какая я... Наша Дарья придумала судьбоносную встречу. Да, да, это была судьбоносная встреча. Я очень благодарна ему за это. И он придумал псевдоним «Наша Дарья». Это... Вот расскажите, почему «Наша Дарья»? Вы знаете, вот просто я играю на гармошке, ну как сказать, играю? Я аккомпанирую себе. Очень здорово. Сама, да. И куда бы я ни пришла, то есть меня, бывает, приглашают военные, да, там, плюс какие-то частные концертики я делаю. То есть у меня с Америки приезжает поклонник, который хочет слушать только меня и только под гармошку. И мы с ним встречаемся в Москве. То есть из Германии ко мне приезжал поклонник на концерт, когда в Москве я давала концерт. Вот. И когда Емелин... Вернее, когда я прихожу куда-то, да, и начинаю играть и петь, и все говорят, ну наша, ну наша девчонка, ну что ж ты такая русская, ну наша Даша. Вот. На самом деле... Так и сложилось. Да, и когда мы с Емелиной, начали общаться, сотрудничали, он говорит, ну наша Дашка, ну Дашка, ну ты... Так, давай привет Емелину передадим. Да, давайте, конечно. Конечно. Значит, наш поклон от продюсерского центра Светланы Дугнис. Сотворение. Да. Автору песен, поэту, композитору, гениальному Николаю Емелину. Эх, нам рукава повыше, да пояса потуже, Мы выдержим с тобой святую, Бывало хуже. Я думаю, что ему понравится такой творческий привет, конечно же. Тем более песня про ВДВ. Даже так. Да, это мужская песня. И мы обе поем его песни. В разные года вообще сходили с ума от этой песни, потому что она просто заряжает. И не только от этой, там их много. Скажите, а если в целом оценивать вот ваше творчество, какой это стиль? Как правильно назвать? Что-то фолк, это фолк-рок, либо что-то это такое... Вот в том-то и дело, что никак это назвать невозможно, потому что песни есть и с таким с эстрадным фолком, да, есть стиль баллада, да, вот как, допустим, «Сос спасите землю», да, то есть там используются фортепианы. Два фортепиана, это минусовка, два фортепиана, литавры, скрипки. Оркестровая, то есть полностью минусовка. Это контакта просто какая-то получилась. И романсы, и плюс я еще к авторским своим песням, естественно, беру Николая Емелина песни, и, конечно же, я обожаю патриотические и душевные советские песни, и народные песни. То есть концерт, он, понимаете, он многогранный. Нету такого, чтобы вот, допустим, этнофолк, и мы только шли в этом направлении. Мне интересно работать в разных направлениях, потому что я очень себя гармонично чувствую и в советской песне, и в своей авторской, и в песнях Николая Емелина. Когда я их пела, когда мы с ним сотрудничали, было такое ощущение, что они написаны для меня. Представляете? Вот просто я, когда начинала петь, он тоже так смотрит. Мы же в студии работаем глаза в глаза, то есть он там говорит свои какие-то коррективы в носе. И понимаете, что действительно все не случайно. Это не случайно. И потом, когда мы вот встретились с этим человечком, вы представляете, у нас такие вот магические вещи начали происходить. То есть мы одновременно, допустим, бац, и мы оказываемся в салоне. Одновременно мы там... Созваниваемся. Да что ты где? Я в салоне. А я маникюр делаю. Серьезно? То есть в одну из местах. То есть она у себя там, а мы... Но как вы отнеслись к предложению Светланы присоединиться к центру, да, чтобы стать, получается, подопечной, да, сотворения? Или как это правильно сказать? И она, понимаете, она первая вообще в России певица, которая официально согласилась петь под знаком «Звенящий кедр России». Что для вас это значит? И даже поставила этот знак во все свои аватарки. Вот афишу с аватаркой. Просто, вы знаете, вот честно, вот все в жизни вот так вот случалось как-то вот волшебно на самом деле, фантастически. То есть когда-то давно я прочитала книгу «Звенящие кедры». Анастасия первая. Именно «Звенящие кедры». А вторую, значит. Да. Вот именно ее я прочитала. Но так как меня перло в разные стороны, то есть мне было очень интересно изучать и другие тоже направления, и сахаджи-йога, и метод там Бронникова, и там развитие интуиции, и там и тут же вплеталась и кинорежиссура. То есть все вот таким, знаете, большим-большим комом, да, в моей жизни. И благодаря этому всему у меня стала в голове стала образовываться какая-то своя вот программа и видение мира, чувствование мира. И, конечно же, я очень была всегда близка к земле, к своей родине. Вот как раз таки у меня есть песня «Родина моя». Когда я уезжала со своей маленькой родины, это мое село Пески, которое я обожаю. Воронежской области. Да, у меня всегда слезы. Я очень тосковала, скучала. И, конечно же, с большой радостью возвращалась домой. Вот. И, то есть, я стала работать с родовыми каналами. То есть меня стало тянуть к своему роду. К своим корням. И получилось так... Вы приезжаете сейчас туда в гости? Приезжаете? Я полностью вернулась. Да вы что? Вы живете в Песках? Я же вернулась на свою родину. Я вернулась в свое родовое гнездышко. Практически в родовое поместье. Родовое поместье – это основа мировоззренческой линии книг «Звенящие кедры России». То есть возвращение к родам, к истокам, восстановление родовых связей. И в концерте у нас одна из главных мыслей – это возрождение праздника «День рода твоего». То есть вот еще в 60-х, в 70-х годах этот праздник был. И он описан у Виктора Астафьева, когда вся родня в определенный день съезжается в деревни. Там внуки, правнуки, дети. Все встречаются, поют песни. И вот Анастасия считает, что у нас же сейчас идет убыль славянского населения. Вы слышали об этом? То есть растут другие там народности, а славяне, белая нация, она, к сожалению, пока сокращается. И Анастасия сказала, потому что те нации – и Китай, и Индия, и кавказские нации – они чтят своих предков, свой род. И поэтому они не помирают, в отличие от нас. То есть возвращение праздника, день рода твоего, который описан. Вот сейчас выйдет книга, Анастасия, переиздание буквально. Там вот эта глава о возвращении вот этого праздника, вот этой традиции, которая позволит возродить славянскую белую расу. Давайте мы проанонсируем еще немножко, что будет на концерте, что ждет барнаульцев. Ну, в общем-то, ждет прекрасный концерт с очень сильным посылом, с очень сильной, так сказать, энергетикой, с посылом того, что нужно возвращаться к своим истокам, к своему роду. Нужно подумать о своей земле, как спасти эту планету, как вернуться к себе и себя вытащить вот из этой, вот этой пучины, да, негатива, который сейчас вокруг нас. То есть, в принципе, концерт, я думаю, будет, благодаря и деткам, нашим замечательным, с которыми мы вчера репетировали, он будет очень солнечным, наполненный здоровой энергетикой. Я думаю, что все просто даже вот оздоровятся на этом концерте. Я тоже так думаю. Да, очень получат большой заряд такой мощный, классный. Тогда приглашаем зрителей. Вам спасибо огромное. Творчество вам, успехов во всем. С нами были Светлана Дугнист, продюсер и певица наша Дарья. До встречи в эфире. До встречи в эфире.